Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители, с вами Вячеслав Котляров, Харьков, 21 час 32 минута, 02.11.2016 года. Да, возможно, я дал маху подменой голоса, это произошло по более банальным причинам. Если зайти на канал Данко Сан, то можно услышать ролики этого человека, который не хочет, как он представился, свое лицо, мягко скажем, популяризировать, вот, там же выложены ролики Стрэнджера, я ссылку оставлю в описании, здесь я уже руководствовался больше логикой, если на этом канале выложен голос Стрэнджера, то я предположил, что это и есть его канал, вот, ну, уважаемый Стрэнджер, значит, что я вам скажу, да, по всей видимости, я в отношении у вас ошибся, ну, это, это не тотально, вы, вы ж тоже ошиблись, когда про эффект Манделлы сказали, что, ну, понимаете, как вы в ролике с Максом Беляевым сказали, что логично говорить, я твой отец, или как вы там предположили, чем Люк, я твой отец, то есть, как я в комментарии написал, то есть, миллионы людей все эти годы слышали, Люк, я твой отец, ну, а вы сказали, что, а логичнее все-таки, ноу, я твой отец, да, нет, я твой отец, и сам актер, который сказал, что я озвучивал сценарий, читал я Люк, твой отец, поэтому, если я немножко так вошел по ворот, не совсем удачно, ну, с эффектом Манделлы, уважаемый Стрэнджер, вы тоже дали маха, и, кстати, вы скажите мне, пожалуйста, это вы мне хоть звонили, вот, это, Канада, каждый день в 9 часов 5 минут ровно, в течение недели, да, уважаемые слушатели и зрители, видите, коса нашла на камень, как говорится, я в таких случаях всегда подчеркиваю, что 100% ничего не бывает, потому что, если бы спирт был бы 100%, он бы испарился бы, поэтому, если я немножко с голосами подгулял, я ж не подгулял с тем, что человек прячется, прячется, скрывает, какие причины он преследует, не важно, важно, что, если человеку делаешь вызов и говоришь, что не прав, представься, пожалуйста, фамилия, имя, адрес, рост, вес, вот, ну, в принципе, как бы, на самом деле, все хорошо, что такие ролики появляются, потому что, там, вообще, по этому ролику, если специалист, тот, кто смотрел разоблачение Котлярова, кремниевых лесов нет, или это фейк, там специалист даже послушает, так сказать, разоблачителя меня, там, там, на любом месте, то есть, можно, как говорится, брать и, и точно так же хихикать, то есть, у человека базальт выдавился из земли в виде шестигранных сот, кто его выдавливал, как его выдавил, неизвестно, ну, базальт выдавился, ну, и так далее, ну, вообще, тут надо подтягивать более тяжелую артиллерию, именно специалистов, которые занимаются техническом плане, я же всегда подчеркиваю, я гуманитарий, наоборот, обозначил все, а вы уже инженеры, там, технари, если у вас темы хватит, пожалуйста, завершите, так сказать, положительные моменты, просто, даже по любому моему вопросу в ролике, если собрать, вот, серьезную, вот, как говорится, конференцию, консилиум, или, как там, правильно сказать, это, нормальных людей, не умалишенных, не полоумных, а именно, адекватных, и каждый пунктик в моем ролике разбирать на запчасти, выяснится, что, мало того, что все верно было сказано, так еще при разборках найдется масса удивительных открытий, А с вами был Вячеслав Котляров, на 7 разрешите откланяться, до новых встреч в прямом эфире, пока-пока. Привет, дорогие друзья, только что нашел на YouTube, и YouTube, хорошая штука, предложил мне очередной новый ролик Вячеслава, оказывается, он нашел мой ролик, и сделал мне ответ. Вот прямо сейчас буду глядеть, и первый раз, и сразу что-то отвечать, но я просто не знаю, что из этого выйдет. В Харькове, 15 часов 32 минуты, 02.11.2016 года. Данный ролик я пока не буду комментировать, искренне надеюсь, что комментарии добрых, светлых, разумных людей, красноречиво под этим роликом все сообщат автору данной работы. Интересно, девки пляшут, то есть автор, в отличие от Вячеслава Котлярова, скрывает свое лицо, скрывает свою фамилию и имя. Да, я не торгую лицом на YouTube, и что? И при этом еще изменил голос. Это ложь, Слава, это мой настоящий голос, снимай на бандикам, а какой есть. Вы, уважаемый стренджер, что думаете? Вячеслав Котляров просто так знает истинное положение вещей? Я думаю, что Слава не знает истинного положения вещей, а фантазирует, выдумывает, возможно, галлюцинации какие-то видит. Я так думаю. В любом случае, спасибо за относительно уважительное отношение к моей персоне. Да, всегда пожалуйста. Я бы, конечно, по каждому пункту прокомментировал бы этот ролик. Конечно, надо по каждому пункту, Слава, а иначе ничего не выйдет. Если нет комментариев, то нет смысла делать ответный ролик. Но, я подумаю. А стоит ли его вообще комментировать, Тарас? Как можно общаться с человеком, который прячется под нимниками, который никогда не показывает своего лица? Слава, я не торгую лицом, еще раз повторяю. Я делаю это не для того, чтобы зарабатывать, но еще что-то. Вы же общаетесь по телефону с людьми. Вы не видите их лица. Ну, что вам мешает в данном случае? Это настораживает. Шло котлеров, вышел в единое пространство под своим именем, под своей фамилией. Внешность не скрывал. Далее. Это замечательный ролик. Знаете почему? Ну, уважаемые слушатели и зрители, несомненно, понимают, к чему я веду. Вы знаете, да, вот эта ситуация складывается таким образом, что даже любой негатив однозначно становится позитивом. Странно. Уже Stranger и без того закамуфлировался. Уже Stranger... Кстати, мне звонил в течение месяца. Слава, Слава, ты меня с кем-то путаешь. Я не Stranger. У меня единственный аккаунт, единственный ник. И нет ни второго, ни третьего, ни десятого аккаунта. Это твой домысел, твои вымысла. Не знаю, твоя фантазия опять. Пять раз Skype Stranger. Не, не знаю, тот ли этот Stranger или не тот. Но он звонил. Но я трубку не... Не тот, не тот. Я тебе не звонил. Я не знаю твоего номера телефона. Взял, потому что у меня, знаете, как бывает. Вот идет звонок. А есть более важные моменты в моем понимании. То есть я сейчас делаю ролик для вас. Идет звонок. Причем он идет без предварительной переписки. Вот просто так, от балды. В завершении данного выступления желаю поделиться с вами следующим. Ну, первое, мы уже поняли, что если человек себя прячет, что можно уже дальше говорить? Да ничего уже нельзя говорить дальше. Вообще, в принципе. То есть, тут все ясно, что делать темно. Это раз. А второе, самое главное, что... Нет, это не самое главное. И всего лишь второе. Вообще оказались. Типичная зависть. Да нет, Слаб, мне на самом деле жалко. Вот тут плоскоземельных жалко. Сотово-земельных жалко. Ну, образования никакого, ребят. Ну, фантазия хорошая. Вот здесь я могу на 100% согласиться. Фантазия у вас отличная. Не более того. Мне жаль тех людей, которые слушают тебя и верят тебе. К чему и куда ты их ведешь своим идеям. Об этом отдельное видео надо снимать. И я его, наверное, сделаю в ближайшее время. Он же ж как выходил в медийное пространство? Он же ж думал супергерой? А когда выяснилось, что все обстоит далеко не так, и супергероев значительно больше, чем автор этого ролика предполагал, тут уже, как я написал, в одном... Ну, а каких супергероев ты говоришь, Слав? Я не понимаю. Я стремлюсь до себя, но это не скромно, как минимум. Давай как-то поскромнее себя вести, что ли? Своих стеклов. Судьба реально сдвинула, но я не угасаю. Судьба мне вызов кинула. Я вызов принимаю. Разорвется сердце на части. Да, осколки ударят виски. Лучше умру я от счастья, чем умру от тоски. Хорошие стихи. Приятного прослушивания. Разоблачение. Вячеслава. Погоди, погоди, Слава, а про меня все? Блин, так неинтересно, я хотел ролик ответный сделать. Здравствуйте, мои дорогие любители непознанного, загадочного и мистического. А, нет, ну это мой ролик, все нормально, отлично. Я, наверное, здесь буду пропускать немножко, потому что зачем это делать? Передаписываю свой ролик. Буду отвечать, оставив на комментарий на это. Посмотрел я до конца, а Слава ничего не прокомментировал. Просто все мое предыдущее видео прокрутил на своем канале. Ничего не ответил. Даже скучно. Ну, как говорится, раз нечего сказать, значит будем искать дальше Слава. А я уж хотел какой-то диалог. Жаль. Диалога, похоже, не получилось.